Вы слушаете авторскую программу «Открытое сердце» с Ольгой Онищенко. Программа, которая исцеляет, ободряет и помогает проходить трудные ситуации в жизни. Друзья, мы приветствуем вас. Вы слушаете программу «Открытое сердце» с Ольгой Онищенко. У нас сегодня гости из Украины Олег и Оксана Коцарь. Коцарь. Еврейское имя Оксаны Сусана и, может быть, вы Оксану именно знаете с этим именем. И я Оксану тоже знала с именем Сусана последние года полтора. Хочу представить вам эту семью и сегодня мы поделимся свидетельством их жизни. Я спросила, как же мы назовем вашу тему. Они сказали «Путь веры». Путь веры, путь, с которым они столкнулись, оказался нелегким. Я думаю, для каждого из нас в жизни бывают переулки, узкие дороги, путь веры, долина плача, которая бывает нелегкой. И сегодня мы хотим поближе познакомиться с Оксаной и Олегом Коцарь. И в конце вы услышите просьбу, друзья. Я прошу, услышьте эту просьбу. Прослушайте это видео до конца. Услышьте и отзовитесь. Сейчас я хочу больше узнать об этих людях и думаю, вам будет интересно, кто эти люди, где они родились, в каких семьях, в каком городе, были ли они с детства верующими, каким служением они занимаются. И какая болезнь постигла, Оксана. Приветствую вас, дорогие. Готовы поделиться своей историей жизни сегодня? Да, конечно. Шалом всем, кто нас слышит. Мир во все ваши дома и, главное, в сердце, чтобы был мир. И, я думаю, это самое главное пожелание в это нелегкое для всех нас время. Вот. Ну, наверное, я начну вкратце, опишу нашу жизнь как верующих. Знакомы мы с Оксаной давно. Мы практически с детства друг друга знаем. И так оно, ну, жизнь сложилась, что мы практически вместе. А сейчас, ну, тем более, мы практически не размучаемся. Вот. Ну, мы с еврейских семей. Просто родители и мои, и Оксаны, они были светские евреи. И, ну, мы учились у них чего-то, но больше мы смотрели, наверное, я, ну, я за себя скажу, я смотрел на дедушек и на бабушек своих, потому что учился у них больше, потому что они были верующие, и, ну, они не на словах были верующие, скажем так. Потому что, ну, и вся их жизнь, и все их поступки, которые я запомнил, и, наверное, они где-то как вот отложились на подсознании у меня. И я часто измерял свою жизнь с поступками дедушки, например, там, или с тем, что я говорил о бабушках, и старался быть похожими на них. Как ни странно, дети там на родителей поведение копируют. Ну, у меня немного было наоборот. Они читали Библию, и моя мечта была с детства прочитать Библию. Ну, когда я был маленький, вообще, я думал, если я прочитаю эту книгу, я стану всесильным и буду управлять всеми. Ну, как-то так у меня вложилось в голову, что вот буду всесильный. В общем, и, ну, потом подрос, и немного, конечно, не тем было занято. То учеба, то потянуло в гулянки разного рода. Да, ну, слава Богу, за нас молились. И за меня, и за Оксану, наши стояли на коленях, наши бабушки, наши дедушки. Родители по-своему они пытались наставить. И, ну, рано или поздно это же должно было случиться. Такой появился, знаете, не могу объяснить, как это в двух словах. Появилось, не, ну, знаете, кто-то приходит через трудные обстоятельства. Кто-то там через... ну, деваться больше некуда. Кто-то идет, потому что услышал от кого-то, что, ну, можно спасение там получить, или какую-то выгоду получить, если быть верующим. Ну, финансовую или эту. Ну, я шел не по этому, потому что меня как потянуло, или повлекла какая-то сила, которой я не мог даже объяснить, ну, что это такое. Я противостоял даже этой силе, пытался, но противостоять Богу и бороться с Богом практически невозможно. И я много читал, я читал много философии, читал много психологии. Я увлекался, мне интересно было мудрость, интересно было знать души человеческую. Вот. И последняя такая книга, которую я прочитал, это была книга, так говорит, Заратустра Фредерих Ницше. И там были сноски на Библию. На некоторых там местах у него он сноски на Иванове делает. И я решил проверить. И, ну, с тех пор проверяю до сих пор. Говорю, говоришь. Да. Так вот через такого, казалось бы, безбожника Ницше, ну, потому что там у него есть такие слова, что Бога убил самый такой, самый отвратительный человек. Потому что, ну, он же образ и подобие. Вот через такого безбожника, казалось бы, я пришел к Богу. И с самого начала я не видел себя вне служения. Я не говорю, что я сразу пастырем или там еще кем-то. Ну, моя жажда была к служению, служить. И Бог дал, как-то сделал так интересно. У меня такая была жажда по слову, что, ну, Библию, книгу, которую там люди там годами завод не могут прочитать. Я за пару месяцев ее прочитал раз в 30-40. И на тот момент я ее практически знал наизусть. Ну, вообще, в еврейских семьях принято детей учить с маленького. Твори это нахуй. Ну, у меня получилось вот так. И к своему стыду, может, я расскажу, что когда я знал ее лучше, ну, вот цитировал лучше, чем сейчас. Сейчас тоже, ну, общаясь с людьми, учаясь, я сейчас, ну, Бог дал такой дар учить. Вот. Я не пользуюсь, ну, оно идет в сердце, оно туда, наверное, сложилось. Но я меньше читаю, чем тогда. Оно как взахлеб получилось. Ну, вот так я пришел к Богу. У Оксаны был свой путь тоже, может, она поделится. Давай, Оксан, расскажи о своем пути, о своем детстве, пути к Богу до того момента, как вы познакомились. Шалом, дорогие. Ну, то, что Бог есть и Бог живой, я, наверное, не знаю, с восьми месяцев, наверное, знала. Потому что мама пошла на работу, оставила меня в бабушке. Бабушка с восьми месяцев меня нянчила. И с самого этого маленького возраста она мне рассказывала, когда война война, ей мужской благородный голос говорил, как спасаться и остаться в живых. Ну, она говорила, что это Бог, что Он живой, что Он разговаривает. Ну, так я как-то впитала это. Тоже мне хотелось, конечно, Его слышать. И я всегда знала, что Он есть. И что, если Он говорит, значит, Он живой. Ну, и так всегда я знала, что Он есть. Моглась, как умела. Родители, конечно, тоже тогда же Советский Союз, коммунистический строй. Ну, молиться было и в церковь ходить нельзя было. Родители, светские были. Потом мама заболела и начала тихонько читать Библию. Ей на работе работала многодетная семья. И они были, как тундами тогда называли, и они тихонько дали ей Библию. Вот она начала читать. Она пряталась во дворе, чтобы никто не видел. И хотела быть здоровой. И вот она читала Библию. Тогда первый раз я увидела Библию. Ну, мне тоже хотелось ее прочитать. Она ничего не понимая. Там, в общем, брала, читала, отлаживала, засыпала. Ну, и время шло. И уже во взрослом возрасте. У меня тяжелые жизненные обстоятельства были. Так что Бог меня призвал. Я покаялась искренне, со слезами. Со всеми... Пришла со всеми своими грехами. Ну, и с тех пор я осталась. Это больше 20 лет назад было. А Олега я знала с подросткового возраста. Мы росли в одном районе, в Черкассах. Тогда были лихие мосты. 200 метров. Ну, он тогда был такой крутой парень. Авторитетный. Вот с того момента... Абель, расскажите немножко о своей авторитетной жизни. Как вы познакомились с Оксаной и поженились? Ну, я, как бы, такие моменты не люблю вспоминать. Это уже все старое. Старое то, что Бог уже забросил где-то туда за воротник. И вспоминать как-то не сильно охота. Тогда было такое время, что или ты, или тебя. Власти не было никакой. Ну, а я был спортсмен. Сначала я занимался футболом, потом я занимался боком, боксом. Ну, и был успешным спортсменом. Ну, в те времена спортсмены были в цене. И вот мы были лихие такие ребята из 90-х. Наводили страх на окрестности. Ну, в общем, нас город весь знал. Чем-то, я забыла, за что? Ну, не скажу. Знаете, даже... Ну, я всегда чувствовал себя не в своей тарелке. Я помню один случай, когда я... Ну, мне надо было срочно позвонить. А знаете, когда были телефонные автоматы и телефонные будки такие. И там... Телефонные будки. Я туда подхожу, там бабушка какая-то, видать, продала на базаре что-то. И стоит там с кем-то лякает. Я две минуты подожду. Я такой был хлопец, нетерпеливый. В общем, я монеткой начал стучать в дверь. Она глянула, заглянула на меня. Положила трубку сразу. И понял, в общем, и делала. И побежала. Я захожу. На этом... Ну, телефоны. Там такие, как бы, подставочки были. Лежит полный кошелек с деньгами. Вот так, ну, полностью. Она с перебоя, видно, его забыла. И я не знаю, ну, как бы, по логике вещей я должен был бы... Вот деньги сами пришли. Положить их в карманы и пойти. Ну, я побежал за ней. В общем, с этим кошельком. А она убегала. Она видит, что я за ней бегу, и она еще сильнее. А я себе думаю. Ничего себе. Сейчас меня милиция увидит, что я гоняюсь тут за кем-то. И с этим чужим кошельком. Точно, я думаю, я сейчас попаду в неприятность. Ну, я уже стал кричать. Женщина, подождите. Вот забыли свой кошелек. И она остановилась, смотрит на меня. Я подошел, говорю, забирайте. Она мне начала пытаться руки целовать. Видно, что-то... Ну, эти деньги к чему-то предназначили. Предназначались. Она начала сильно благодарить, вынимать эти деньги. Ну, я говорю, не надо мне денег ваших... В общем, будьте внимательны к таким этим. В общем, ну, такой с меня не получался. Знаете, сильно отрицательный образ. Не мое это было. Не хотел я... Ну, как-то мне всегда, если обижать людей, не хотелось. Поэтому я говорил, что читал философов и психологи, потому что я постоянно искал ответ, ну, то есть выход. Я понимал, что, ну, я попал в такой замкнутый круг, с которого очень трудно выбраться. Ну, не закопаешься, что ты под землей живешь. И на небо ты не взлетишь, а люди постоянно тебя окружают. Я пробовал там поехать. В Сочи уехал. В Пинсунде жил. Ну, и там сначала жил нормально, потом та же категория друзей у меня там появилась. Поехал на север, в Оркуту. То же самое. Первое время нормально. И опять та же история. И я понял, что, ну, перемены слагаемых суммой не меняются. То есть себя я вожу за собой. И, ну, от кого ты бежишь? От самого себя. И вот начал искать ответы на вопросы. Ну, я как-то очень быстро нашел. Вот, слава Богу, этому Ницше, хоть, может, мало его там людей, ну, может быть, и говорит за него, слава Богу. Потому что все-таки это такой человек был, ну, на Гитлер строил свою теологию на двух вещах. Это на учение Ницше и на Мартине Лютере. Вот. И, ну, а вот у меня получилось так. И вот такое оно было, лидерство. Просто спортсмен, просто здоровый. И просто удавалось на всех наводить страх. Все боялись. А как вы познакомились с Оксаной? Как вы поженились с Оксаной? Как вы не побоялись такого человека? Ну, рядом жили. Рядом жили. А ну, знаете как, это сейчас, ну... Ну, с детства, когда знаешь человека, ты же его не воспринимаешь как какого-то там хулигана или бандита. Ну, ты знаешь, что он мальчик себе с детства. Мол, у всех разные пути. Она красивая была, а когда красивые на расхват были, и, ну... И вот уже красавец. Все же пытались себе поэтому невесту убирать. Вы женились, когда уже были верующими или еще нет? Женились мы уже верующими. Олег покаялся в баптистской церкви, а я покаялась в пятизятнической церкви. Причем в баптистской церкви, где она не регистрирована. Где строят уставы и, ну, и правила. И я когда, когда они, ну, там водное крещение, и там преподают уроки для тех, кто принимает. На одном уроке я встал и сказал, что, наверное, не будут принимать водное крещение. Спросили, почему бы, я говорю, ну, не разделяю ваши взгляды на Писание. Они говорят, почему? Ну, я говорю, потому что я верю, что Дух Святой как тогда действовал, вот так и сейчас действует, что, имея общение с ним, человек с Буан, от этого появляются плоды, что Дары как тогда действовали, они и сейчас действуют. Ну, для такой консервативной баптистской церкви это сразу, моментально нет. То есть, ну, тебя сразу вычеркают и отправляют. Потому что, ну, зачем разлагать среду? Мне же как-то, они сказали, ну, может, из-за того, что, знаете, я, у меня свои, ну, как-то такой дар был с самого начала. Я, и вокруг меня много людей сюда собиралось. Ну, постоянно. Личность харизматическая, конечно, вокруг. И поскольку я его сколько раз прочитал, я понимал, что в писании и в чтении писания очень важно иметь объем, многогранность. Потому что, если ты будешь учить одной грани истины, то это будет, для многих это будет неправда. То есть, истина, она многогранна, и надо ее с разных сторон показать людям. А из-за этого я читал, читал. Ну, и не только Библию. Я покупал книги, которые, ну, я считал, что будет духовный рост мой вот так повышать. Вот с такими этими. Ну, они сказали, ничего, мы будем наступить. Мы тебе преподаем водные никаких этих. Ну, говорю, преподаете, тогда я согласен. Без вопросов. Ну, и мы недолго, я недолго там побыл, потому что, ну, когда, знаете, на черное, белое, у меня какой-то там, ну, внутри всегда происходит замыкание, и я такого, ну, я сразу выражаю свой протест. Я говорю, нет, это не так. И Бог говорит, не так. Ну, а, естественно, такие люди, они бунтарей называют их. Ты бунтарь, ты сразу, ну, там, не послушен человеку, используется обычно вот эта вырванная с контекста фраза, кстати, не послушен человеку, не послушен Богу, и все. Ну, и так мы на этом и разошлись. Потом уже, когда я, ну, был в еврейской общении, я приехал, и Бог мне, ну, в баптистскую. И вышел, попросил у пастыря, у Альбертовича, говорю, мне пару слов надо. Ну, он уже знал, что я служу в еврейском. А я там, ну, говорит, хорошо, что я вышел, попросил прощения у всех, для кого соблазном послужил. Ну, ну, я так понимаю, что мы так разошлись, покаялся, и все. И меня было садили, я пошел дальше. Ну, это с 2006 года мы в еврейской общении служили. Сусанна, а у вас детки есть? Да, у нас уже двое внучек есть. Уже и внучек. Сколько детей у вас? Одна у нас девочка. Сколько? Какой возраст? 30 лет я не будет. 30 лет и двое внуков, да? Ну, когда вы поженились, вот именно что привело вас к мессианскому движению? У нас зоопроги, я думаю. Зоопроги. Я помню, мои друзья, ну, нас с детства, я не знаю, как у Оксаны в семье, но у нас было запрещено, ну, как не запрещено, мне внушали с самого детства не говорить о своем еврействе никому. То есть, ну, у людей страх еще с тех времен, что когда то, что ты еврей, могли убить, могли сослать. Мой дедушка был сослан в свое время коммунистами и он, ну, пережил очень много. Он не хотел говорить, а так как-то отрывками с него это все вырывал. Но на евреев всегда шло гонение и они предпочитали скрывать свое еврейство. Почему два имени? Потому что одно то, что ты можешь сказать людям, а другое то, что мы можем говорить между собой. Ну, кстати, у меня тоже есть еврейское имя Илья, и все, кто с евреями, с которыми я общаюсь, его знают. Вот. Поэтому первую книгу мне друзья, которые к вере не имеют никакого отношения, они не подарили еврейскую традицию. Это они не знали, что я еврей. Они, ну, как бы, ну, знали, что я не русский. Они же все там гадали грузин или еще кто-то. Или цыган. Да, но почему-то они взяли на день рождения, подарили мне еврейские традиции. Такая объемная большая книга. и я ее захлеб прочитал. я вообще книги, ну, я любил читать, я много читаю, сейчас много читаю. Я ее так, и она меня, ну, золкрови, правильно Оксана говорит, ну, в Кнессиде, ну, это такая информация, как бы, она не совсем для широкой публики. она, ну, я скажу, потому что это, ну, зачем это таить. В Кнессиде давно лежит закон, законопроект, который все время, ну, хотят рассмотреть, но ждут лучших времен, или что они ждут, но я, скорее всего, думаю, что это Бог так делает. Ну, законопроект, что все, кто принимает, шаббат, и кто принимает праздники еврейские, приравнять их к евреям. Ну, потому что, в принципе, это библейская позиция. У меня когда-то удалось побывать на, ну, меня пригласили, был слет еврейских раввинов со всего мира. был председатель джоинта, это организация, которая финансирует все вот эти ортодоксальные хаббат, хаббат, хэс, ну, общины. я попал туда. И вот шел вопрос там о рождении от еврейской матери. И когда докладчик Рыбы Моши, Моши Москович, это было в Харькове, мы с ним были хорошо знакомы, только он не сильно радовался, когда меня видел, а наоборот там у них прежде чем в Синавов входишь, охранный такой пунктик. Он там повесил мою фотографию, чтобы охранники не пускали меня в Синавов. Я, поскольку я еврей, меня не имеет права не пускать в Синавов. И поэтому у нас такие с ним отношения были. Он говорил, что ты не еврей, ты давно уже умер для нашей общины, потому что все, кто принимает Иисуса как Моши вы умерли для Израиля. Ну, я на это отвечал, это надо разобраться, кто умер, кто живой. Так вот, он закончил доклад, главный раввин Израиля говорит, задавайте вопросы. Я поднял руку, и он говорит, пусть молодой человек задаст. и я в Москве сейчас спрашиваю, скажите мне, чей, то есть, кто был отец Авраама и мать. И он на меня по-доброму посмотрел, говорит, там нигде не сказано об этом. Я говорю, это неправда, потому что сказано. у Езекииля написано отец Авраама и мать Лохотянка, когда говорится о Иерусалиме, о Израиле. И родители первого еврея, они были язычники. Больше того, вам скажу, он сам был язычник. И человек не может родиться неязычником. Ну, это целая история, но еврейство это выбор жизненного пути. Это Исаав и Иаков. Вот ты можешь пойти путем Исаава и жить, как ты понимаешь правильно, да? Свои правила устанавливать, свои законы устанавливать, направо, налево пойду, решать сам. Или ты можешь принять выбор, как Иаков сделал, да? И идти этим путем, ища духовного. Понятно, что делаю ошибки, спотыкаюсь, дети попадают в какие-то ловушки, но ты растешь все равно, ты идешь, а дорогу осилит идущий. Вот. Поэтому, ну, вот так к еврейству мы... А потом встретили мы общину, встретили одного парня, он был с кем общины, вот, и с ними повстречались, пообщались, и начали первую общину, это в СМИРе. Ну, мы вместе начинали, и по Украине открывать, там, в Европе, там, несколько, вот. Посвященно служили, да. Да, и мне пришлось оставить работу, которая приносила мне приличный доход, где-то 10 тысяч долларов в месяц зарабатывал. А строительство было? Ну, с перспективой, ну, нам больше. И в один прекрасный момент я понял, что я не могу, ну, насколько уже было много работы по служению, что я не мог это все совмещать. Став перед выбором, ну, я принял выбор служения, и когда-то мы, есть такой город Хасидский, Умань, они туда приезжали до приезжения от садика Рэбен Нахлана. И вот мы там поехали, газеты раздавали мессианские, с людьми общались, ну, планировали открывать там общину. Она потом открылась. Да, и открыли. И когда там прошло первое служение, людей было очень много. И Хасиды пришли, они сидели сзади, и когда мы уже грузили аппаратуру, собирали все, она уже ночь такая, темно было. Они подошли и дергают меня сзади за ключом. Я разворачиваюсь, стоят Хасиды. Можно тебя? Я отошел. Думаю, что они хотят? они говорят, помолись, пожалуйста, за нас. Мы не знаем, во имя кого ты там молишься и кому молишься. Ну, помолись, чтобы у нас такая вера была, как у тебя. Я говорю, это легко, ребят. И мы приехали домой, и буквально слегли все. Все, кто там был на служении, хасиды кабалят. У них особенно хабадники, у них проклинают. Они знают формулы и все. Такие молитвы. Они в свое время шарону наносили этот огненный удар. Ну, в общем, не об этом. И те, кто там служили, все слегли. 40 температур и мы лежим с Оксаной и у нас пустой холодильник. У нас была одна цветилка на двоих. И одна цветилка на двоих и температура 40. И встать не можем. И как-то так у меня печаль не служил Богу, все хорошо было. А тут вроде как начал служить. И вот такие мысли полезли в голову. Бог как-то дал силы. И я вдруг встал и пошел и начал молиться. И жу и молюсь. И начал провозглашать, что не умру, буду жить, буду возвещать дела твои, Господи. И позвонил телефон. Я поднял трубку, а там у нас сестра, которую мне очень трудно было с ней общаться. она милиционер милиционер и такая вот она свою рубает. то есть она позвонила, я сейчас приеду. Я говорю, ну не совсем удобный момент, а я ничего слышу, я сейчас приеду. звонок в дверь открываю и она стоит с такими двумя огромными пакетами загруженными едой. Я месяц или два не видел и мы ни о чем не. И она так поставила и через порог перенесла это ван и уехала. И через 15 минут звонок в дверь стоит человек знакомый и он говорит что-то подумал из вас сейчас все болеют и у него полная такая коробка витаминов там антибиотиков мы тогда поняли что мы Богу еще нужны. Да и я тогда поверил что Бог действительно вот как он может обеспечивать может давать обеспечение ну и тогда мы начали еще ревность не служить в Харькове открывали общины последнее это было куда нас Бог послал и это место где Оксана уже там тоже была община уже такая изучали Тору в Болгарии приехали я уже слегла да и планировали ехать уже на Болгарию и уже там оздоровительный центр открывать я его написала и у нас у нас там был план у меня там был товарищ мы уже подали на легализацию документы и у меня умирает этот друг который партнер друг брат с которым мы вместе это хотели делать и был такой для меня был это удар сильный ну Оксана это удар и потом мама умирает и это окончательно его выбило и с этого момента начались скитания по больницам то есть она первый раз сознание потеряла там еще в Закарпатте потом ну начали обследовать ничего не получается они ничего не могут найти здесь на Украине врачи наши друзья ей помогли съездить в Израиль дали деньги оплатили вот обследовали ее ну и выявили что ее врачи которые лечили вообще не тем лечили а только ускоряли процессы чтобы болезнь еще сильнее прогрессировала и вот так дошло до того что букет болезней с которым мы уже боремся около пяти лет старались сами мы мы служили в служении исцеления я был насколько безумен в этом что я даже в морге заходил там договаривался меня по ночам заводили в общем прятали покойников я говорю куда покойников у нас вообще не было патологоанатов и он говорит боже если они воскреснут меня посадят ну да я сюда пустил ну заходил инфекционный инфекционная реанимация туда не пускают вообще никого и врач сказал я не пущу я сказал ну если ты не пустишь я буду сидеть здесь я просидел полдня он вышел посмотрел на меня говорит ты сумасшедший я говорю ну в ваших глазах возможно я так не думаю он говорит зачем тебе туда смертники лежат я говорю потому что мне Бог сказал прийти помолиться за человека он говорит ну тогда пиши что если с тобой что-то то я сел подписал зашел помолился за этого человека на следующий день жена звонит говорит бегу в больницу он лежал мертв ну он уже без движения знаете есть маска смерти ну вот как на человека ты видишь что уже человек не жалеется и тебе приходится видимо отключать и ну как бы преодолевать эту смерть и его жена позвонила говорит с ним что-то уже он сегодня мне утром позвонил затребовал станок чтобы бриться и ну вещи те что он ходит ну это ну не ну его в общем забрали в тот же день выпустили он исцелен был ну и таких и таких исцелений у нас было куча ну просто а почему он в нашем случае не работает ну я думаю тут ответ только у бога есть да да оксаночка расскажи немножечко о твоей болезни и и что вы хотите у людей попросить ну диагнозы я не буду перечислять потому что их там границы ну это они медицинские там смысла никакого нету тут на данный момент которая самая большая проблема это онкозаболевание женских органов у меня опухоль в матке 6 ну 7 на 7 почти уже она большая ее надо удалить была уже химиотерапия но оно ничего не дает в общем и в России надо просто я думаю они или все удалят ну они там будут решать как как это все ну на это все надо средства средства есть опасность что метастазы пойдут пойдут ну на крестец например а учитывая все мои остальные заболевания которые у меня есть ну тяжелые заболевания позвоночника и операции и сосуды и голова и микроинсульта перенесла в состоянии тяжелого организма желательно ее конечно вырезать и даст Бог забыть об этом сколько денег вам надо на эту операцию ну там не так много денег я думаю что где-то в районе двух тысяч долларов это на все про все потому что с операцией с лечением я думаю ну да они же делают операцию потом делают еще одну химию ну может не одну мы не знаем ну я так думаю я верю потому что прошлую химию очень плохо переносила печень ослабленная у нее у меня у меня еще от старых заболеваний образования в легких их там восемь штук они там себе сидят но они никуда они не растут и не уменьшаются они просто закальцинировались и там себе есть ну в общем при наличии всех тех заболеваний которые у нее есть то врачи когда ее видят они говорят ты что до сих пор жива это все о вас читают это все о вас серьезно мы нас долго не было в Черкасах мы сами в Черкасах ну я не в Черкасах я родился в Мошнах это еврейское поселение было туда всех евреев свозили и моя там бабушка дедушка и мои бабушки дедушки оттуда тоже и ну а потом сразу переехали в Черкасы родители так что ну я в принципе это считаю что ну черкасским себя то когда мы нас долго не было в Черкасах когда мы приехали и появились к врачам которые ее знают они а вы что до сих пор живы на нее ну да народные все методы мы перепробовали духовные практики тоже мы все перепробовали и посты сорокадневные на одной воде и всякие ну все что можно было перепробовать мы перепробовали но у нас пока было возможно у меня были родители не бедные и скажем так и ну наследство было то пока у нас была возможность самостоятельно лечить мы никому не обращались и не просили потому что ну блажение давать чем принимать это это не на уровне слов поверьте это внутри ну у меня так и мне приятнее когда я делаю людям добро по себе оно как-то не всегда ну мне это было трудно может это была такая гордыня через которую Бог давал возможность переступить потому что я не просил ничего никогда для себя а потом даже в молитвах мне было трудно молиться а потом ну когда все попродавали все что можно то что осталось мне от родителей дом квартиры в общем машины и ну сейчас вот эта онка оно уже застало нас насколько поставило в отчаянное состояние потому что казалось бы все мы полечили позвоночник там имплантанты ставили это очень дорогостоящая была ну такая не но я хожу мне больно сидеть но я хожу ну да хожу так бы возможно вот так бы она не смогла и и здесь вот эта онка оно у меня честно руки одно время было опустились я тоже депрессовала пару дней поплакала помолилась ношу надо жить пока живая надо жить я живая и и господь живой и при этом еще надо людей ободрять и потому что ну людей много которых нас знает они звонят ну люди как ну больной ты не больной они со своим горем все равно звонят они так привыкли и ну не можешь ты отказывать им и приходится их вдохновлять одобрять когда у тебя рядом с тобой умирает жена и это как-то так знаете ну очень тяжело ну умирает ну живая я говорю как есть потому что для меня это вот я как за себя для меня это очень непросто ну да Олега трудно очень трудно Олега у вас община люди большая община там вы сейчас в настоящее время пастырем нет мы мы насаживали общины и оставляли пастырей после себя мы как миссионер и ехали дальше куда Бог ловил мы ехали дальше то есть здесь в Черкассах пока нас не было та община которую мы оставили была достаточно так собирались там уже по 200 300 людей ну и она росла прогрессировала ну мы когда уехали они тут что-то не поделили разошлись на 4 разбились общины да ну и они приглашали и ну приглашают постоянно ну как-то знаете я обратил такой момент что ну мы уехали люди были в одном состоянии и мы приехали люди остались в том же состоянии ну как-то вроде бы ничего в их жизни вот эта теплость вот это еврейство которое еврейство которое они считают что надел кипу флаг израильский и это все я стал евреем ну вот так ну потому что из-за того что нам пришлось пережить и пройти и почти родных всех похоронили и у Олега и у меня у нас у нас только дочка у нас уже практически все умерли через все это же надо было проходить и друзей сколько ушло мы на репцентрах жили служили больше 10 лет это же все наши люди у нас не было классических репцентров у нас приезжали в основном служителя упавшие приезжали и они жили с нами в одном доме ну а служителю ну ты же не начнешь ему рассказывать что Иисус умер за тебя он это все знает и ему просто надо побыть вместе с тобой ему просто надо любить да побыть отойти прийти в себя вспомнить кто он есть как он есть но это очень тяжелые люди ну вы понимаете наверное о чем я говорю получается служителю тяжелее подняться чем простому человеку там же написано помните отпадших невозможно обновлять покаянием которое распинает Христа опять в себе им покаяние ну само по себе ну какое покаяние им чего надо совершать возвращение возвращаться всегда тяжело с горы гора какая ну да и вот такие служения они наверное еще я вам знаете как скажу есть такой ну кто вот так служил да при ком люди жили есть такое как выгорание внутреннее то есть ну перед закарпатьем как раз разъехалась очередная ну очередной разъехал нас было 20 20 человек когда жил с нами и они поразъезжались благодарны и все звонят а у меня просто не было сил уже даже ну шаббат провести перед людьми мне насколько вот я лежал просто смотрел потолок и все истощение такое пришло что я не понимал как мне дальше и что мне дальше и слава Богу ну Бог потом показал и мы сейчас больше мое служение направлено на индивидуальное то есть не на новообращенных на точечное такое служение людей которые вот уже ну не находятся в систематическом служении вот в системе встал сел голос команда голос без голоса все сидеть и такие люди они понимают что они уже с этого выросли куда дальше и ну мне Бог показал одно видение я шел по всему миру собирал женчуг я его обтирал очищал и брал не себе а отдавал Богу и он мне сказал служи народу моему и меня так это удивило потому что я а до этого что я делал когда у меня вот как ты Оля говоришь усталость накопилась а у меня четыре телефона я их умудрялся ну все все звонит и это с утра и ну до поздней ночи и ночью кому-то приспичило и вот так и приходилось и ну очень тяжело да и мне Бог показал вот это служение и когда он мне сказал служи моему народу я был дико удивлен и я второй раз стал на колени я молился и он сказал служи моему народу ничего не могу понять и третий раз я молился и он сказал служи моему народу и потом он показал вот как и что он хочет видеть на этих людей которых надо уже ну не в динаминацию направлять а направлять их к Богу то есть на прямое служение вот таким людям мы служим помогаем сориентироваться Олег как вы сил набрались пост 40 дней на воде ну пробовали там еще и сухой не сильно получалось получалось 4 четверо суток оксаны лучше мне потом хуже и после поста начали силы приходить но после поста я увидел что я в тупик попал то есть такое место когда ты стоишь и и не вперед не идешь и не идешь вперед начинается регресс это я знал как пастырь я это людям объяснял и я не а как мне перешагнуть эту грань я не понимал и бог уже такие знаки начал посылать там разные и вот у меня в закарпатии вдруг вечером мы покатались на коньках хорошо я себя чувствовал отлично брат нас пригласил вот утром я проснулся меня что-то тошнит и я оксане говорю а там же минеральные воды в кровом закарпатии очень хорошая местная такая дай мне настоящей этой минеральной воды я попью я попил и меня стошнило и оксана сразу раз в интернет что это может быть она говорит у тебя внутри может там что-то кровотечение и я говорю да какое кровотечение успокойся я уснул проснулся тошнит еще сильнее я подумал пойду в ванную может желчные протоки какие-то или еще что-то пошел топил в ванну набрал я только залез и у меня кров хлынула отовсюду вообще и когда меня привезли там же маленький городок мы не в Ужгороде жили а возле Ужгорода ну 10 километров маленький городок такой перечин в горах в горах да ну и там больничка такая и меня туда привезли посмотрел на врача а он такой суслик 33 года бриллиант в зубе сережка я посмотрел и я посмотрел на него думаю о этот зарежет не спросит как звал и я ручки сложил на себе и начал каяться за все что помнил не помнил в общем за все и в один момент я уже начал видеть себя со стороны то есть и вот уже такая вот эта суетня мне такой мир прошел что то что люди вот это уже суетились там бегали оно не стало неважно и по пути на операционное слово стол я ушел и я видел ну как назвать ну небесный Иерусалим но это не город это я видел такой как шар ну как бриллиант тут преломляясь на свету он такие ну дает лучи да а это все вот состояло из этих лучей и лучей и один луч был чище другой так ну немного тусклее свет его был и когда я у Бога спросил я могу сюда войти он сказал да и когда я ушел туда то то ощущение которое я пережил ну оно наверное в нашей системе координат его очень трудно будет передать потому что ты остаешься личностью но в то же время ты чувствуешь что ты одно целое часть целого оставаясь личностью и ты открыт сначала я когда я увидел что я ничего не могу ну вообще закрыть ничего не могу не блокировать никак я видел как смех эту информацию считывает и как забирает ее Бог и новое заливается и мне так было хорошо и я спросил Бога можно я не буду я не вернусь я останусь здесь ибо у тебя есть потенциал на изменение и поэтому ты вернешься и дал мне послание которое перевернуло мое мышление он сказал не меняй никого меняйся сам только так ты позволишь свету приходить на землю потому что я был заточен на изменение других людей меня так научили менять других за себя я же уже священник а не так ты просто радио или просто хороший рассказчик если ты не занят не занимаешься вникаешь в себя в писание как Шоуль говорит тем самым и себя спасешь и других людей и слушающих тебя то есть вот не меняй никого изменись сам и знаете друзья когда я понял вот это послание оно-ка так насколько перевернуло мои мозги я начал понимать вот там мы старались двое или трое сидим говорим о Боге и когда мы говорим приходит свет и мы омываемся кровью да все знают об этом и приходит свет на то место и вот рядом у соседей был скандал но он раз и утих этот скандал где-то кто-то кого-то хотел побить и раз у него отлегло от сердца и он не сделал этого где-то кто-то что-то хотел украсть и ну пришло ему какой-то или страх или что и он подложил это дело то есть свет Божий он действует так что мы даже не видим никаких действий почему мы эту славу не можем себе приписать когда мы вот когда я молился и люди чуть ли не воскресали не воскрешали я гордыня моя росла и она очень сильно росла и мне приходилось обламывать пастырям раввинам очень потому что я резвый был а здесь я понял что тут человеку славы никакой а Богу слава то есть меняет местность меняет города меняет это вот те праведники о которых была беседа у Авраама помнишь с Богом он говорил если там 50 праведников помилуешь этот город он говорит ради 50 помилуем ну и там до 10 они по-моему дошли и все и прекратился этот разговор еще один момент и закончу учителям нельзя давать говорить их трудно восстановить когда я вернулся в тело то есть я видел палату уже я видел врачей разрезанные у себя на этом операцию очень долго шла и я почувствовал такую сильную боль что я я хотел закричать я подумал что ну думал это городок перечил они мне наркоз не дали наверное разрезали без наркоза и я хотел закричать а смотри я не могу ну то есть открытие рта не могу я потом хотел знать рукой ну что мне боль и рука не шевелится и я тогда спросил у Бога который еще оставался со мной что это за боль и он сказал мне это боль тех людей которые находятся вне моей любви и я дал тебе ее почувствовать что ты их не вот видя их да я как раньше действовал поймал там какого-то наркомана или еще кого-то и на огне ожидают тебя и все эти и так застращал его помню одно что он бедный шел в одну сторону развернулся пошел в другую перепутал даже дыров и вот это местами писания человека забить добить которому и так тяжело и часто мы так тешим свое самолюбие сами не замечая этого и Бог показал эту боль и он сказал им и так больно не делай им больнее еще потому что когда ты указываешь им на их ошибки им еще больнее они и так понимают что они делают неправильно и обогреться они могут только в любви Божьей в свете Божьем и как раз и увидеть прозрение это может прийти только когда когда ты их любишь когда ты их принимаешь такими как они есть вот так да да спасибо огромное очень интересно к сожалению у нас время истекает у меня следующая видеозапись очень скоро давайте пять минут мы будем заканчивать спасибо огромное что вы поделились своими историями хотелось бы еще больше узнать если бы было время я бы намного больше спрашивала вопросы стараясь вас не перебивать потому что когда зону записываешь если я перебиваю вас заглушает но спасибо огромное что вы поделились и давайте в конце просто обратимся к людям еще раз напомним почему мы записываем это видео и я слушала ваше последнее видео на youtube канале вы говорили что вас сейчас здоровье тоже вас подводит поэтому вы сильно и на работу выйти не можете и как бы жизнь прикрутила да вот так прижала и хочешь не хочешь но просите помощи я знаю просить помощи это последнее что людям хочется делать помощь просить неохота помощь просить стыдно помощь просить не хочется но я в своем служении как бы мы много чего делаем и Сусанна я не знаю читали вы книгу выслать вам нет можете выслать я так сноски которые были то читала пришлете мне адрес я вышлю но служение мы как бы больше это книга конференции поездки по церквям проекты разные мы мало помогаем финансово и я тоже оставила работу чтобы иметь возможность сделать то что мне на сердце и часто людям говорю люди думают что мы как бы помогаем финансово нашей организации у нас нет ни копейки денег сами живем на проживаниях и часто говорю вместо вас я просить не буду но вам помогу и точно тоже сегодня я делаю чтобы помочь вам как бы быть голосом за вас да чтобы люди услышали вас больше чтобы мои друзья услышали вас будем просить чтобы люди делились этим видео и чем побольше людей нас сегодня услышат и мы верим во имя Господа нашего имя Иисуса Христа что люди отзовутся что люди отзовутся и в жизни происходит все и конечно много у нас есть вопросов и я помню когда мы проходили долину слез долину плача и выла к Богу и кричала за что почему и почему я еще мне сказали что тебя Бог наказывает и после этого еще тяжелее жить становится и как бы ребенок прожил 7 месяцев и ребенок умер да но иногда вот эти слова людские что тебя Бог наказывает оно болит еще больше чем смерть ребенка вы понимаете поэтому я понимаю что вы конкретно сейчас проходите долину смертной тени можно сказать когда жена болеет когда здесь людей еще надо поддержать и я не удивлюсь если вы тоже слышите что вас Бог наказывает или вам это за это за это за это но это все остается перед Богом Бог судья Бог никому не дал право судить нас я это очень хорошо вычитала в Якова кажется вторая глава там написано что только Иисус Христос по своим заповедям будет судить нас люди не имеют права нас судить просто не имеют но люди имеют право нас любить люди имеют право помогать люди имеют право обнимать исцелять раны и сердечные и духовные и телесные поэтому дорогие друзья мы обращаемся к вам услышьте просьбу Олега и Сусаны Оксаны услышьте эту семью и чтобы Бог пришел на помощь чтобы восстановил здоровье и Оксаны и Олега обоих чтобы они могли еще много много сделать для Бога потому что труд который вы делаете нелегкий и еврейские мессианские общины тоже не всеми принимаются но вы делаете то что Бог делает ложит на сердце так что друзья прошу все кто будет нас слушать услышьте Оксан как можно перевести вам деньги если кто-то откроется и захочет вам пожертвовать и еще раз напомните вам нужно деньги чтобы сделать вот эту операцию правильно операция облучения ну лучи вот эти после операции операция и радиация да химиотерапия химия и лучи но они там потом же будут решать посмотрят как там что она как пойдет и вы говорите вам примерно 2000 долларов надо да я думаю да вложимся потому что мы как бы это же уже не первый этап это второй даже или второй третий этап даже который мы проходим тут ну мы уже с этой болезнью ну не первый день ну вот так приблизительно мы представляем что на вот этот этого хватит будем верить что на этом все закончится и остановится потому что мы очень ну знаю в дальнейшем отдалении смертной тени я уже очень хочу это чтобы открылся источник жизни в ней потому что ну действительно жажда уже и и силы истекают иногда друзья молитесь и ну за нас большая просьба потому что и дай бог никому не идти этим путем путем болезней да карточку вашу мы добавим в описании этого видео да вы в Украине живете правильно ну да ну да и у нас в основном люди или на карточку если по Украине или там быстрый перевод если это других ну или вестерн юнион любой работа российская ну она украинская сбербанк ну с России туда можно переводить на нее друзья кто слушает нас с Америки вы если вам нужно нужен ресит чтобы списать на таксу налоги то вы можете это пропустить через мою некоммерческую организацию открытое сердце можете связаться со мной я могу это тоже сделать если они захотят пропустить через меня чтобы пусть получить ресит списать на таксу я не знаю если это вам понятно но в Америке у нас это важно хорошо друзья ну мы тогда будем прощаться Олега и Оксана мы благословляем вас и желаем вам счастья желаем вам здоровья желаем вам душевного спокойствия желаем всего самого хорошего чтобы никакая паника никакое разочарование депрессия не постигли чтобы Бог дал силы это пройти каждый день шаг за шагом я знаю как ужасно тяжело проходить это хоть у меня была другая ситуация но мне приходилось проживать один день за раз иногда один час за раз иногда минуту за раз когда ты не знаешь что принесет следующая минута когда у тебя каждый день на руках умирает ребенок и он не живет и умирает и ты просто настолько выматриваешься настолько устаешь и это очень ужасно тяжело но ребенок и супруг это конечно не сравнить я я думаю что когда умирают муж или жена или болеет муж или жена это наверное в сто раз труднее и конечно Олег пускай вас Бог укрепит верит Оксана пускай вас Бог исцелит просто исцелит и через эту операцию через руки врачей пускай придет исцеление чтобы вы его прославили и я верю что у вас еще длинная дорога впереди много работы надо сделать я лично верю как мне объяснили что каждый день каждый шаг каждое испытание в жизни дается нам от Бога как школа как университет только пройдя этот опыт мы начинаем по-новому понимать людей поддерживать их понимать я так понимаю я не понимаю что это наказание я не понимаю что это проклятие это можно сказать любовь от Бога и именно так он опускает свою школу к нам и не каждому эту школу он может доверить только тем кто сильен пройти так что Оксан ты наверное сильная женщина Олега тоже Бог избрал вас я верю что все будет хорошо дай Бог спасибо спасибо Оля и спасибо всем кто нас слышит раны христовые только то что через что прошел человек только в этом он может помогать ну как бы зачем стоит жизнь да поэтому ну мы верим что тоже испытание происходит жизнь людей от Бога и книга Иова найдревнейшая книга об этом говорит кстати моя любимая книга вот и я тоже вас благодарю и благословляем Бога в вашей жизни и пусть истина и свет приходят в ваши дома семьи и пусть та тьма имела место может быть ну в разные сферы пусть приходит жизненные деятельности пусть приходит свет и вся тьма пусть уходит пусть у вас вы будете видеть четкий ясный каждый свой путь и каждый свой шаг и делая доверяйте Богу потому что он нас ведет мы его народ народ который не значится среди других народов и из-за этого мы идем туда куда он ведет нас мы сделали выбор так что спасибо Олега где можно услышать ваши проповеди как можно с вами связаться у вас ютуб канал кажется есть да ютуб канал есть хорошо Оксаночка я попрошу вас написать описание о сегодняшнем видео добавить ссылки на ваш ютуб канал может быть кто-то захочет слушать и учиться еврейским корням также попрошу красивую вашу фотографию мы это все оформим поставим на мой ютуб канал Олга Нищенко поставим это все на Олега ютуб канал надеемся люди отзовутся мир не без добрых людей это правда да хорошо друзья всем спасибо кто нас слушал просим делитесь этим видео и всем до свидания до свидания Олегу привет будем живы и всем